Привет, Сашок. Привет. Должен сказать, что ты теперь учитель, сэнсэй, гуру. После вчерашнего интервью Андрея из Мурманска сказали, что ты многому научил. Слушай, если так, то приятно, конечно. Ну, не знаю, прям, что сказать. Учитель, учитель. Ну, трейдер пока, на самом деле. Вот. В нашем деле, знаете, вот часто бывает так, что те, кто из щита слили, становятся потом учителями, писателями и прочее. Пока это не про меня, если как-то советом кому-то помог, ну, я очень рад, в принципе. Здесь у нас конкуренции никакой нет, рынок многомиллиардный, поэтому, в общем, для всех думающих людей денег хватит. Хотя, конечно, в последнее время рынок не жалуют большой ликвидностью, обороты достаточно низкие, все падает. Вот. Были надежды на этот год, что как-то объемы торгов возрастут, но пока этого опять не происходит. Вот. Мамин, значит, карма у тебя улучшилась, да, после того, как те люди говорят спасибо? Ну, приятно, приятно, да. Ничего сказать. Значит, надо было по-другому начать интервью. Привет, медведь. После вчерашнего, после Пуша-спорт записи, ты ждал медвежьего сценария, в принципе, он произошел. Ну, или можно перефразировать боксу бык. Боксу бык, да. Потому что, на самом деле, наш рубль находится в серьезной диспропорции к своим старшим собратьям, канадцам, австралийцам. Они гораздо сильнее валятся. И, значит, наше такое неохотное желание рубля, значит, ослабевать, оно, на самом деле, ну, не совсем правильное, да, скажем так. Но оно объяснимое. Я не знаю, почему так происходит, но всегда, когда рублю надо падать, он попадает последним из всех мировых товарных валют. Он проводит последние. Ну, возможно, это связано с тем, что на нем, все-таки, сама высокая доходность. И мировые инвесторы, в последнюю очередь, расстаются с ним и, соответственно, с российскими облигациями. Но только уже, когда портфели совсем там трещать начинают, так они начинают выходить отсюда. Вот. Вот как-то так, да, да. То есть, ты на этой паре ждешь 31,5, что ли? Ну, первое 31, потом 31,5, да. Понятно. В принципе, при таких раскладах, которые вот сейчас, там, по состоянию на закрытии нашего рынка, уже 32 это тоже уже адекватно было бы. Но, на самом деле, я жду не только бакс, я жду ослабевания рубля. То есть, к корзине, к валютке. Потому что то, что сегодня мы видели, когда бакс подрос, ну, в это время евро рубль подсел. Так быть не должно. То есть, со временем это выровняется, и евро тоже вырастет к рублю, соответственно. Потому что нефть уже 110, вниз там щупает. И, скорее всего... Там 109 уровень. Там, на самом деле, там дальше много уже уровней. В принципе, сам по себе 110 тоже уровень, по большому счету. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. В принципе, рынки разгоняются сейчас. Сейчас как вот слили сперва развивающиеся рынки. Сейчас еще Америка выкабочивается наверху. Вот. Поэтому, я думаю, надо ждать по ней движения. И, соответственно, вот оно, наверное, будет драйвером до дальнейшего падения рубля. Общие сантименты. Ну, плюс падение цены на нефть. Я постоянно тебя спрашиваю, что такое падение в твоем. Падение – это один процент. Нет. Ну, падение, оно тоже разное бывает. Все зависит, там, от стратегии. Но мы, как бы, стараемся говорить о каких-то среднесрочных движениях, да. Потому что антродей, там, у каждого свое. Там, даже на таком рынке, там, на пятиминутках. Вот, там, сегодня был отскок, наверное, с нефти. Нормально 2 рубля. То есть, кто-то, может, и это поймал. Ну, в целом, просто, что тенденция мировая. Да, она идет к снижению. И, там, по целям говорить, да, куда мы упадем, да. Ну, поскольку рынок сейчас абсолютно неоднородный, да. Ну, приведу пример. «Газпром» стоит 4 рубля, там, это уже почти лоу восьмого года, да. А «Сбербанк» стоит на хаях по-прежнему. Ну, как тут можно говорить, да, что какая-то корреляция есть. Нет такого. То есть, тут по каждому активу надо конкретно обсуждать. Соответственно, ну, если говорить об РТС, да, то, на мой взгляд, вот две сильные составляющие, это как раз рубль-бакс и Сбербанк. При их усилении, значит, при их снижении, соответственно, рубль падает и Сбербанк падает. Это, конечно, даст более сильный импульс. Потому что, на самом деле, вот это плавное движение РТС вниз, оно, в принципе, классически закончится большой вот такой вот свечой, а может быть, двумя-тремя. Вот. Потому что, ну, это классика. И это произойдет только тогда, когда Америка пойдет по направлению к 1400. Вот. Вероятность это очень высокая. Очень высокая. На сегодняшний день. Ну, стратегия, какая стратегия? Ну, то есть, рынок снижается, значит, надо снижаться с ним. Подтягивать стопы, пользоваться подскоками для того, чтобы продавать. Вот. Ну, как-то так. Возникает вопрос, что продавать, какие активы? Ну, в принципе, сейчас может быть выгодно продавать и усредненный индекс РТС. Вот. На самом деле, ну, как продавать? То есть, продавать надо с учетом некой неоднородности движения, да? Каждый день надо стараться отбирать нужные акции, там, до шарда, да? И вот, собственно, так я считаю правильно. Я, по крайней мере, так делаю. То есть, у меня есть базовая позиция, я вот уже давно говорил, это против рубля. И, а остальное, значит, по ситуации. Просто по ситуации. Ну, бывает, что одна акция упала вперед. Ну, ее, может быть, локально шартить не надо. Надо, там, какой-то дорогой заниматься в этот день. Понятно. Как и так. Зачем у тебя такая большая зажигалка? Удобно. Я ее купил в Германии во время морозов. В перчатках удобно прикуривать. И надолго хватает. Очень хорошее. Ну, морозы закончились уже два месяца. Ну, сейчас говорят, вот крышенские морозы сместились немножко, значит, вправо. Потому что в марте, говорят, они нас посетят. Вот скажи, вот удалось ли это работать? Вот ты вроде правильно говоришь, да. Ну, ты сам-то проехался или ты теоретик? Не, ну, как теоретик. Если бы я теоретик, я бы, наверное, был бы аналитиком, где-то работал бы. Или книги писал бы. Ну, посмотрите на меня, на мою выражение лица. Вот я себя ощущаю выжатым как лимоном по завершению недели, да. Вот. Вот практиковал всю неделю, практиковал, было до 12 ночи сидел. Вот, поэтому, собственно... На каких активах ты сидел? В валюты. То есть твой интерес смесился в сторону валют? Ну, мой интерес на валютах, он уже последние 2-3 года, собственно, когда наш рынок потерял бета, потерял ликвидность. Я часть своих денег перевел на валютный рынок и торгую там, да. А вообще, ты не думал, что надо сделать твой портфель публичным когда-нибудь? Мы с тобой об этом говорили, кстати. Да. В принципе, эта идея неплохая. Надо просто понять... Я, в принципе, глобально не против этого, да. Просто мне надо понять, зачем мне это надо. Когда это сделать? В каком формате это сделать? Ну, кстати говоря, у меня сейчас заканчиваются переговоры с Элихом по поводу того, что я буду управляющим здесь работать. Нам буквально один штрих остался. И если я буду управлять публичным фондом, то почему бы нет? Я считаю, что это нормально в раз в какой-то период времени заранее говорить примерные параметры и показывать портфель. Это, наверное, правильно, да. У меня тоже портфель и ротация. Давай в соревнования устроим, кто больше наколбасит. Это неплохое, неплохое. Подсюгивающий фактор такой, да. Я вот в Улчи, когда участвовал, первый раз в жизни, да, все равно как-то, знаешь, подсознание, это сказывается. Вот думаешь, а вот как там оно будет в конкурсе выглядеть, а как вот, значит... С одной стороны, это такой стимулирующий фактор, с другой стороны, немножко отвлекающий. В принципе, жить можно, то есть, это можно как вариант. Ну, раз в месяц можно же снять, так сказать, показания. Да, да, да. Да, слушай, вот знаешь, если это воплотит жизнь, вот если мы сделаем с тобой, допустим, вот у тебя будет плюс, а у меня минус. Вот недоброжелатель придет и скажет, а вот Тармагита Кузьмин, вот он, вот он сливал его, да? А вот если мы с тобой оба плюса сделаем и сделаем хорошего, что недоброжелатель в такой момент скажет? Не знаю, что скажете. Отзвосьте, по-моему. Нет, если у меня будет плюс, у тебя минус, то извини. Нет, если у кого-то из нас будет минус, это понятная ситуация. А вот если у обоих будет плюс, вот эта вот ситуация, конечно, я думаю, тяжело им будет пережить. Если у тебя будет минус, у меня плюс, то снимать будешь ты меня. Ты уж извини, конечно. Нет, по-моему, увидим, в принципе идея нормальная с публичной. Ну, посмотрим. Мне надо этот вопрос обсудить также с руководством Цериха, потому что все-таки это не мои деньги, это, собственно, фонд. По поводу своего счета я думал показывать свой счет, но я просто, понимаешь, это надо формат выбирать, там скрин делать то-сё, а вот это чего? Вот, понимаешь, я, в принципе, когда на себя торгую, я никаких деньги не привлекаю. Если я буду руководить фондом, я тоже привлекать ничего не буду, я буду заниматься тем, что есть. Это совершенно работа других людей, там, привлекать деньги и прочее, прочее. Нет, то есть у тебя будет хорошая кривая, она сама привлечет. Ну, да, я тоже так считаю, что тут особо, если результаты идут хорошие, стабильные, то проблем нет. Слушай, я знаю, что ты не любишь гадать на кофейной гуще, но мне все время хочется вывезть тебя на какой-то стрел, чтобы тебя всякие тролли пришпилили потом. Да они меня шпилили тоже, вон, когда я был на комоне, они меня там все шпилили дружно. Вот, ну, давай, давай попробуем. Ну, наконец, как ты думаешь, вот, давай погадаем на кофейной гуще опять еще разочек. Как мы закончим этот год, выше текущих уровней или ниже хотя бы? Слушай, я могу сказать с уверенностью, что мы будем существенно ниже текущих уровней. Мы будем и при СНП намного ниже и, соответственно, по другим остальным рынкам тоже. Вот, если стратегически мыслить, да, я все-таки думал, да, что СНП попробует сбить свой исторический максимум. Вот 1560 у них там, по-моему, с копеечками был. Классически они делают как? То есть, есть исторический максимум, он перебивается на 1-3% и оттуда идет большой завал. В этот раз мы видели вчера там Дал Джонс, маленько пытался подрогать СНП, еще не пробовал. Вот, чем мы дальше уходим вниз, тем шансы на этот расклад они уменьшаются, конечно. Но все же вот 10% вероятность того, что будет еще какой-то некий попытка захода вот туда наверху с обновлением этого максимума, ну, я думаю, должно, ну, есть вероятность, что полностью исключать этого нельзя. Вот примерно такое видео. Но вне зависимости от того, будем мы заходить на 1580-1600 по СНП или не будем, вопрос просто времени. Но то, что мы будем лететь очень сильно в этом году, я практически уверен в этом раскладе. У тебя свитер синий, да? Там какой-то треугольник. Маленький фиолетовый, это у тебя уже, наверное, после рабочей недели. Треугольничек, у меня такие часы есть, это фирма, неправо как называется. Хорошая фирма. Возможно. Пора заканчивать уже. Ты выгляд как лимон. Как два лимона. Как большой лайн, знаешь, английский. А у меня пошла гормональная пристройка голоса. Да, нам надо отдыхать. Все, давай. Давай, до свидания. Все, давай, пока, спасибо. Пока.